Через несколько часов после родов герцогиня Кембриджская вместе с принцем Уильямом вышли на сцену, чтобы представить миру своего нового сына. Как и в случае с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, принц Луи был представлен миру на ступенях крыла Линда больницы Святой Марии в Паддингтоне, Лондон. Два поколения королевской семьи родились в больнице Святой Марии, начиная с принцессы Анны и рождения ее детей Питера Филлипса и Зары Тиндал. Почти четыре года назад Кейт стояла на исторических ступенях с принцем Луи на руках, а Уильям стоял рядом с ней с лучезарной улыбкой, которая соответствовала ее собственной. Герцогиня была одета в красное платье в горошек с белым воротником Питер Пан, которая повторяла наряд покойной принцессы Дианы после того, как она родила принца Гарри в 1984 году. Однако во время фотосессии, несмотря на улыбки по случаю счастливого события, у Кейт были некоторые опасения, которыми она поделилась с Уильямом. Чтец по губам проанализировал запись разговора об апрельской прохладе, когда пара махала фотографом. Помимо того, что Уильям следил за тем, чтобы они оба смотрели в нужные камеры в нужное время, он спросил Кейт, ты не против? Кейт ответила, немного ветрено, да? Он может замерзнуть, пойдемте. Пара простояла на ступеньках для фотосессии несколько минут, прежде чем Уильям ответил, конечно и пара скрылась в тепле. Герцог поднял вверх три пальца и сказал, трижды волнуйтесь сейчас, улыбаясь королевским поклонникам. В конце этого месяца принцу Луи исполнится четыре года, и он собирается присоединиться к своим братьям и сестрам и начать посещать школу. Публика редко видела младшего ребенка кембриджских из-за коронавируса, который отменил крупные королевские мероприятия, на которых он мог присутствовать. Юный принц также ни разу не был в королевском туре из-за ограничений на поездки, которые были введены в прошлом году. Неизвестно, как кембриджи будут отмечать день рождения принца Луи, но в последнее время Кейт делится собственными портретами своих детей и поклонники надеются, что на дне рождения Луи будет такой портрет. Правило установлено королевским протоколом. У королевских особ есть немало традиций и правил, которые они обязаны соблюдать. Многие из них поклонникам совершенно непонятны. Так, например, герцогиня Кембриджская должна делать реверанс перед своими детьми. В скором времени принц Джордж и принцесса Шарлотта освоят искусство приветствия и начнут кланяться Елизавете Второй. Так монаршие особы отдают дань уважения королеве. Единственный человек, которому они будут делать поклон или реверанс, это монарх. Королевское высочество не делает поклон или реверанс другому королевскому высочеству, рассказывала ранее королевский историк Марлен Кенниг. Традицию поклона должна соблюдать и Кейт в отношении своих детей. Правило прописано в Королевском протоколе, согласно которому она обязана склоняться в реверансе перед всеми прямыми наследниками монарха. Ранее герцогиня Кембриджская заявляла, что не в восторге от такой обязанности. Однако в компании своего супруга принца Уильяма Мидлтон делать реверанс не обязательно. В язвительном интервью ГБ Ньюз Королевский биограф, которая провела время с герцогом Сасекским, объяснила, как принц Гарри мог бы выступить с более жестким и глубоким заявлением, чем то, которое было опубликовано вчера. Она объяснила, что личный опыт Гарри в Афганистане и удовольствие, которое он получил во время поездки, а также его создание Уэс Геймс, спортивных соревнований для раненых ветеранов и военнослужащих, могли бы быть лучше отражены в безмолвном заявлении герцога и герцогини Сасекским, в котором они призвали мир протянуть руку помощи друг другу. Она сказала, что вместо этого пара стала всемирными тетушками-мучительницами и вроде как смешными. Гэжа Левин сказала, он советует всем, кто воевал в Афганистане, тянуться друг к другу эти ужасные слова. Что это значит, если он так много знает? Гэжа Левин продолжила, сказав, что Гарри мог бы прокомментировать гибель британцев и американцев в Афганистане, прежде чем подчеркнуть, что он должен знать лучше, учитывая его преданность ветеранам при создании Уэс Геймс. Далее биограф рассказала о том, что она встречала множество ветеранов, которые говорят, что принц Гарри помог им понять, что они полезны благодаря его усилиям по организации Игру Уэс. И сказала, что более личный подход, основанный на опыте службы Гарри в вооруженных силах, был бы гораздо лучшим выбором для выступления. Но она признала, что вместо этого Гарри и Меган выбрали другой путь. В заявлении пара сказала, у нас разбито сердце. И поскольку мы все являемся свидетелями продолжающегося глобального кризиса здравоохранения, усугубляемого новыми разновидностями и постоянной дезинформацией, нам становится страшно. Когда любой человек или сообщество страдает, частичка каждого из нас делает это вместе с ним. Осознаем мы это или нет. И хотя нам не суждено жить в состоянии страдания, нас как народ заставляют принимать его. Легко почувствовать себя бессильными, но мы можем воплотить наши ценности в жизнь вместе. Для начала мы призываем вас присоединиться к нам и поддержать ряд организаций, выполняющих важнейшую работу. Мы также призываем тех, кто занимает влиятельные позиции в мире, быстро продвигать гуманитарные диалоги, которые должны состояться этой осенью на многосторонних встречах, таких как Генеральная Ассамблея ООН и Саммит Лидеров G20. Как международное сообщество, именно решения, которые мы принимаем сейчас, чтобы облегчить страдания тех, кого мы знаем и тех, кого мы, возможно, никогда не встретим, докажут нашу человечность. В ответ Гэжа Олевин сказала, «Я думаю, что пара превратилась из попытки иметь альтернативную разбуженную королевскую семью на другом конце света». На самом деле они стали глобальными, организирующими тетушками с дядюшкой, которые находятся позади. Они просто смешны, не так ли? Герцог Сасакский призвал ветеранов оказать поддержку друг другу в связи с возрождением Талибана в Афганистане в заявлении, опубликованном фондом ОСГеймс. Принц Гарри впервые был направлен в Афганистан в декабре 2007 года, но это держалось в секрете от мировых СМИ. Рассказывая о своем пребывании там, он сказал, «В одну минуту ты спишь в кровати, а через шесть с половиной минут ты разговариваешь с кем-то на земле, по кому стреляют». Но через 10 недель после начала его первой командировки в Афганистан, присутствие Гарри там было раскрыто австралийским новостным изданием, и он был отозван оттуда в целях собственной безопасности. Королевский эксперт Ричард Фицуэлемс накануне заявил СМИ, что герцоги Сасакские уже на следующей неделе могут преподнести общественности еще один сюрприз. Меган Маркл объявила о том, что станет исполнительным продюсером мультипликационного сериала «Жемчужина для Нетфликс», в основу которого положена ее собственная книга, которую она написала в возрасте 14 лет и даже запатентовала. Многие считают, что повествование о 12-летней девочке, которая преодолевает свои жизненные трудности, вдохновляясь опытом известных женщин, будет рассказом о самой Меган. Учтем, что Меган кроме как о себе любимой, говорить, писать и творить не умеет. Так что это скорее всего правда. Гарри объявил, что он напишет мемуары. В 36 лет. А чему вы удивляетесь? Самое время писать мемуары о том, как он жил в королевской семье. Ведь год-два спустя это уже не будет новинкой и не вызовет интереса. А последующие 36 лет герцога в США вряд ли кого-то сподвигнут почитать его творения. Тянуть нельзя куй железо, не отходя от кассы издательства Penguin Random OS. Пока платят. Говоря о предстоящем мультсериале «Герцогини Сасакской», Ричард Фицуэлем сказал, «Это то, что Меган всегда будет отстаивать гендерное равенство и так далее, и это то, чего мы ожидаем от нее». Было совершенно очевидно, что заключив сделку с Netflix, Сасаксы будут базироваться на нескольких точках. Гендерное равенство, расовое разнообразие, психическое здоровье, защита окружающей среды. Создать мультсериал с 12-летним ребенком в качестве главного героя и подавать этого 12-летнего в качестве своего рода потенциального образца для подражания для людей, которые его посмотрят. Отличная идея. В этом нет ничего критически спорного. На вопрос о будущих намерениях пары Ричард Фицуэлем сказал экспресс. О, UK, беспокойство возникнет, если они сделают что-либо, связанное с королевской семьей. Единственное, что вы можете сказать о Сасаксах, это то, что они абсолютно непредсказуемы, и вы просто не знаете, что они еще придумают это все, что можно сказать. Фильм Гарри об играх Уэс и этот мультсериал мило, но они могут преподнести сюрприз на следующей неделе. Мы только что узнали о книге мемуаров Гарри. Да что все в них нашли? Именно с таким вопросом я покупала книгу, и именно такой вопрос остался у меня после прочтения. Из моих предыдущих обзоров и статей, я думаю, вы уже поняли, что мне интересна история британской королевской семьи. В первую очередь, конечно, с исторической точки зрения, потому что еще со школы я обожала уроки истории, а также культурная составляющая и королевские традиции. К тому же британская королевская семья, как никто другой, дает инфоповоды, поэтому без особых усилий можно узнать, что происходит у них в текущий момент. В общем, интересный феномен, который любопытно наблюдать в наши дни, где монархи стали скорее исключением, чем правилам. Но вот чего я не понимала никогда, это какую-то небывалую истерию вокруг персон Меган Маркл и принца Гарри, чья популярность сейчас сравнима с популярностью поп-звезд. Но вернемся к книге. Автор книги Меган и Гарри – подлинная история. И уже только один титул может нас натолкнуть на мысль, что автор вращается в высшем обществе, который близок к кругу приближенных к королевской семье. И потому ей есть что рассказать. На счету Калин Кэмпбелл 8 книг о чтенах британской королевской семьи, в том числе биография принцессы Дианы. Многие из ее книг становились бестселлерами. Язык автора в книге, мне кажется, очень четко отражает ее положение обществе, когда нет излишне грубых выражений, но все шпильки и сарказм удачно замаскированы, хитро вплетаясь в повествование. Местами очень тонко и изящно, но вы совершенно точно поймете мысль писательницы, и что она хотела сказать на самом деле. Даже в тех моментах, когда она обманчиво мягко журила поведение герцога и герцогини Сасекских. Кстати, хочу отметить, что читать было легко и интересно, и вероятно, это во многом заслуга переводчика. Книга рассказывает об истории знакомства Мэган и Гарри, и их жизни начиная с самого рождения, вплоть до деталей в каких семьях, и с какими людьми они выросли. Также подробно рассказано об их свадьбе, скандалах, которые так или иначе все время с ними случаются, и конечно же о сложении из себя королевских обязанностей. Какие-то из этих фактов я действительно не знала, так как не являлась ярым фанатом пары. Но и после прочтения книги фанатом я также не стала. В книге больше всего, как ни странно, мне понравился не анализ жизни и поступков Мэган и Гарри, а их взаимоотношения с прессой, а также подобный рассказ о принципах работы и функции британских СМИ. Во-первых, потому что сама королевская семья очень сильно зависит от прессы, как собственно и пресса от инфоповодов, которые дают роялсы. А во-вторых, потому что так как работает британская пресса, кардинально отличается от того, к чему мы привыкли в России. Эти главы я читала с настоящим удовольствием. Что мне показалось несколько странным, это то, что автор переходически ссылается на инсайдеров и приближенных к паре персон, которые являются хорошими знакомыми Калин Кэмппелл и якобы довольно известными людьми в Британии, но не называет их имена. Возможно, это нормально для светского общества. Но насколько правдивы данные заявления? Ведь под соусом, как сказал третий сын одной графини, можно преподнести все что угодно. А кто проверит, покупка мной книги, признаться, была довольно спонтанной, всему виной была хорошая скидка. Чему я несказанно рада, потому что особого впечатления ни книга, ни история Мэган и Гарри на меня не произвели. Автор поделился своим мнением о причинах их популярности, и той линии поведения, которой они придерживаются сейчас. Доводы и объяснения довольно разумные, но симпатии к этим героям нашего времени мнения добавили. И кто знает, возможно, на это и был расчет от хитрой леди Калин Кэмппелл. Как вы относитесь к герцогу и герцогине Сасекским? Понимаете ли вы причину их популярности? Хотели ли бы вы ознакомиться с книгой Калин Кэмппелл? Пишите в комментариях.